Крыши текут, дома разваливаются, дороги нечищены. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Боятся спать. Жильцы Барнаульского общежития уже много лет живут в разваливающемся доме. Вы боитесь о своей жизни? Ну да. То, что плита перекрытия может ночью упасть и даже не заметишь, не узнаешь об этом. В шаге от трагедии в Барнаульском жилом доме во время капитального ремонта рухнул потолок. Сейчас уже успокоились тогда три слоя. Сами понимаете, на тебя рушится просто вот такой слоя штукатурки. Разваливающаяся многоэтажка на Маяковского. Крыша протекает. В доме, где проживают десятки человек, очень холодно. Но капитально отремонтировать и улучшить условия проживания жильцов невозможно. До сих пор непонятно, кто собственник здания. Сейчас судебно в порядке. Право собственности отстаивают бизнесмены и городские власти. Тут трещина идет по лесущей стене. Залезает туда вот палец. Все, оно опаливается. Здесь заходит вот папка. Огромная трещина вот-вот может привести к обвалу стены, возмущаются люди. Четырехэтажка на улице Маяковского уже давно трещит по швам. Жители много лет пытаются добиться капитального ремонта. Нет управляющей компании, на доме ее нет. От предполагаемого хозяина здания. Это хозяин дома. Хозяин дома не хочет делать ремонт крыши, делать ремонт дома, стягивать дом, что-то с ним делать. Вы боитесь о своей жизни? Ну да. То, что плита перекрытия может ночью упасть и даже не заметишь, не узнаешь об этом. Что самое интересное, обращаться в различные инстанции жильцы тоже шибко не могут. Большинство, как говорится, живут на птичьих правах. Без реальных документов на владение квартирой. Она в собственности, получается? Нет. У нас есть только ордер, что нам дали. А приватизировать нам ее не дают. Бабушка покупала квартиру в 2006 году. Покупала она сама. Всю сделку она делала сама. Нашла какого-то риэлтора. Она ей продала квартиру. Она продала вот эту квартиру и на декабристов в 6. Тоже общага. Там с документами было все нормально. С этой квартирой они сказали, мы завезем, мы завезем. И по итогу заявление в полицию дало то, что женщина, которая продавала квартиру как нотариус или как риэлтор, сменила имя с фамилией и найти уже невозможно. Один из представителей собственника четырехэтажки пояснил, что по документам здание принадлежит предприятию ЦЗМ Барнаульская. Оно в 80-е годы и строило дом для временного проживания своих сотрудников. Однако Росреестр требует от владельцев актуализировать право собственности. И все потому, что идет несоответствие по начальной и нынешней планировке. Начали говорить, что несоответствие реальной площади здания и фактическое сегодня произошедшее с резистата незаконной перепланировки, сделанной людьми там находящимися, привело к тому, что этот момент не дает сегодня закончить это право. Поэтому его можно было оформить только в суд. Придя в суд и заявив, ребят, вот такая вот есть ситуация, давайте дадим этому оценку. Сейчас администрация города и бизнесмены судятся за право собственности. Судьба дома, помещения, а следовательно и жильцов, зависит от судебного решения. Признает право собственности коммерческой организации, тогда это, конечно, будет в большей степени воля предпринимателя, собственника коммерческого, который уже и будет определять его дальнейшую судьбу. Ну и учитывая, что у людей на руках как таковых документов практически нет, то и, скажем так, перспектива признания прав собственности на данные комнаты, ну, мягко говоря, туманна. Если все-таки в отношении общежития как раз будет постановлено решение о том, чтобы признать право городского округа, город Бранову, муниципальной собственности на общежитие, то в дальнейшем уже у людей появляется перспектива представить доказательства и в досудебном, либо уже, если будут трудности в судебном порядке, доказать, что они там проживали, имеют, соответственно, право на заключение в дальнейшем договоров социального найма, а уже имея на руках договор социального найма, в дальнейшем человек уже может воспользоваться правом на приватизацию и уже оформить данные помещения уже себе в собственность. Бизнесмены обещают, если выиграют суд, то капитальный ремонт обязательно проведут. Сейчас сделать это нельзя, у владельцев нет пока на это права. В ближайшее время мы готовим еще более развернутый материал о проблемном доме на Маяковского. Его вы увидите в рамках новостей на нашем телеканале. Вы только представьте, сидите вы у себя дома, занимаетесь домашними делами, и тут внезапно рушится потолок. Вы чудом остаетесь живых, но психологическая травма будет преследовать вас на долгие годы. Подобная история произошла с одной из жительниц Барнаула. Во время проведения капитального ремонта в квартире рухнул потолок. Таковы последствия частичного обрушения потолка. В момент ЧП хозяйка квартиры Светлана Козина была в квартире. Чудом не пострадала ни она, ни ее супруг, ни ее питомец. Здесь вот первый раз на меня чуть не упала, я отскочила, а здесь у меня муж был. Сейчас уже успокоились, тогда трясло, сами понимаете, на тебя рушится просто вот такой слой штукатурки. Обрушение потолка случилось в ходе проведения капитального ремонта трехэтажки. По словам Светланы, сначала в комнате провисла балка, а само ЧП случилось в тот момент, когда на крышу поднялись строители. Капитальный ремонт дома на Тимуровске 46 проводится по заказу Барнаульского комитета ЖКХ. Сумма контракта около 10 миллионов рублей. Но жители уверены, деньги уйдут в пустоту. Дом нужно не ремонтировать, а сносить. Дом не пригоден к жизни, это как факт. Тут все гнилое, все осыпается, на дом посмотрите, все вылетело. Там не кирпичиков уже, все, даже кирпичи, они не просто вылетают, они сыпятся. Как так жить-то можно? Сыпется это, сыпется все. К слову, потолочные перекрытия в комнате Светланы привели в порядок, отремонтировали. В январе уже этого года. Однако она и другие жильцы будут бороться за то, чтобы дом признали аварийным. Что думает по этому поводу городская администрация, расскажем совсем скоро. Ждем официального ответа от мэрии. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова